привет друзья но это вот ряд передач наших так сказать выпусков или видео роликов получается постепенно как ответы на вопросы и вот я вот прошлый ролик сделал как единовременно там развивать креативность здоровье и творческое долголетие и вот там вопросы были и какие-то комментарии и один из них меня заинтересовал там написано но все же спонтанная йога мне больше подходит ну конечно больше подходит ну вот я не понял вопроса и все же к чему относится потому что когда мы пользуемся ключом и выходим в состоянии на контрасте было сильное напряжение какое-то мы там сбросили напряжение у нас возникает легкости эйфория даже возникает у многих и там свободное состояние ну какие там какие-то зажатости были какие-то вот например мышечные и в этом направлении происходят какие-то действия но я могу сказать что крючка дает больше чем спонтанная йога но в разы больше потому что там новые качества новые уровни возможности изобретать например и настраивается на что-то но я например использую для художества или стихи писать там изобретение делать но я хочу сказать следующее что вот напряжение которое есть в организме они по существу спонтанное диктует какие-то действия когда мы выходим на это состояние у меня в книжке там 96 года если в защите от стресса о том что если мы выходим на это состояние фиксирую свое внимание на какой-то больной точке то при этом тело начинает подбирать само те действия которые каким-то образом пытаются отрегулировать так всю систему сбалансировать чтобы там боль прошла но много там чего есть я еще буду потом рассказывать но в первой книжке 90-го года включ себе я писал что сергей петухов мой друг но это известный петухов доктор наук профессора в институте машиноведения академии наук я потом с ним работал в лаборатории биомеханики но очень известный человек который музыка делает эту музыку новую будучи математиком и физиком доктор но представляете придумал новую музыку одну вообще вообще новую музыку он там междисциплинарный есть такой отдел конференции устраиваются там по новой музыки там и композитор уже есть они эти делать и международные такие всякие симпозиумы но очень интересно и вот сергей петухов мой друг он когда вышел на это состояние с помощью ключа а у него этот момент горло болело и он говорит меня развернула посадила на корточки я говорит руками упёрся колени язык у меня высунулся до корня и глаза стали тарачиваться он сделал позу льва йоговскую позу льва которая вообще предназначена по описаниям по йоге для лечения ангин как у него это спонтально получилось хотя он йогой не занимался но может когда-то где-то читал может быть у нее ассоциация вспыхнула и она включилась ситуацию сценарий развернулся но потому что мы установки которые возникают психологически трансформируются доминанты психофизиологические которые как правило имеют особенность как писал еще павлов ухтовский они генерализацию производит если они охватывать всю систему распространяется по всем органам и системам организма регулирует их всех векторный такой процесс происходит ну так вот видите многие йоговские упражнения на самом деле непридуманные они же описаны в йоге не потому что кто-то сидел и придумывал эти упражнения нет они в природе нашей заложены при определенных состояниях они реализуются а когда вы например выходите на состояние саморегуляции которые у нас методы ключ называется режим саморегуляции если вы настраиваетесь допустим горло у вас болит настройте внимание на горло позвольте своему телу при этом делать то что вы хотите ну смысле то что организм хочет и вдруг он начнет выдавать такое и йоговские упражнения будет выдавать еще какие-то выдавать которые именно нужны для этого самолечения это очень интересно я рассказываю в одном ролике что у нас вот врач которая занималась первый раз она столкнула с ключом она занималась этим много лет назад и она потом рассказывала прямо на телевидении что я говорит дома да она на следующий день прибежала ко мне бледненькая говорит слушать это такое интересное явление у меня прямо подарили такой ключ и я просто не знаю теперь как быть а что случилось доктор она говорит да я говорю дело делаете всякие упражнения потом вышла на это состояние а потом подумала я шаляпин хочу представить что я шаляпин и вдруг от меня как развернула я как запела и басом яга теперь перепугалась я думаю вдруг я себе чего-нибудь пожелаю там и она начнет исполняться но я ее успокоил сказать что все будет нормально так и было всегда все нормально найти пользоваться на разных целей не только для здоровья для работы для того чтобы снять усталость снять головной боль переустановку сделать чему-то там мотивацию мотивацию себя создать чему-то там но люди же пользуется ключом поэтому я там написал коменте что конечно спонтанная йога ну конечно круче это вообще открывайте ворота и к йоге и к цигуны к чему хотите ли к пению вы можете снимать ненамышленные зажимы и на что вы настроены у вас все ресурсные системы начинают включаться в этом векторном направлении а если вы вообще ни о чем и настроены думаете просто сидите вот так там есть стадии последействия пустили мысли на самотек до сидите кто не досыпал до этого начинает задремывать кто-то начинает зевать кто-то начинает плакать потому что накопилось происходит разгрузка там много чего происходит это такое мир это такая психическая реальность при этом раскрепощение при снятии нервномышленных зажимов блоков сознания блоков тела там происходит много восстановительного процесса это реабилитация это мозговой санаторий и там же происходит перестройка о чем я вам хочу сказать очень много людей есть которые спонтанно очень гипнобильные очень гипнобильные но они легко входят даже в сомнамбулическое состояние но их легко понять и легко проверить вот зал допустим тысячу человек я еще будучи студентом приходил в университет пожалуйста я могу вас там всех загипнотизировать я тогда очень много гипнозом интересовался мне было интересно как глубинах мозга это все происходит да ну вот я даже пришел там моя афиша висела в университете я пришел меня там никто не знал а меня не пускают по штамм такая давка там толпа людей все хотят пройти в зал меня не пускают я грудь я пройду я же там буду сейчас у меня уже ноги подкашиваются это были первые мои опыты я думаю это же я буду выступать сейчас как этом буду выступать они меня не обыскали думать да кто такой там вот там сейчас будет нос ну то же представление такое что придет какой-то делать моя мальчишка ну пришел потом а когда зашел зал я просто сказал ну вот держите руки вот так вот вот так держите вот так держите до считаю до 15 или до 10 вы не можете их разнять представьте себе что они слепаются раз два три вот волна пошла по всему телу вот вас начинает покачивать вы не можете разнять руки и они сидят и уже не могут разнять руки вот я смотрю 30 процентов там зал огромный там столько студентов еще и преподаватели я еще вообще сам студент из другого вуза и они не могут разнять вот представляете я не успел сосчитать до 15 они разнять не могут а потом я сказал им теперь разнимите и они разняли а теперь я говорю ты будешь играть роль кочегара ты будешь играть роль милиционера ты будешь играть роль там кого-то а ты куст дерево и они играли эти роли в зомнамбулическом состоянии я был как режиссер и так интересно ли зал прямо завороженно смотрел на это то я им раздал роли они играли даже в каком-то там я не помню местечки по моему дом творчества художников я тоже так раздал роли мой как-то интересно раздавали они же творческие люди они в них образное мышление очень развита и одного я назначил милиционером другого я назначил что она там типа посуду мою там или чудо у нас стоит и типа моет посуду всего моет посуду потом или что-то падает да она начинает подбирать там чего-то сосед заходит типа сосед пришел случайно постучал она открыла дверь этого ничего нет это мимо это происходит как вот так и она эти он ее спрашивать ну как дела ноги то что этот день сегодня не сложился то падает все с рук ничего нет в руках это просто деньги что-то не сложился надо было конечно и смешно и весело и тогда это было все для всех вновь всем было очень интересно ну в первую очередь и мне тоже ну я вам хочу сказать что вот это состояние легко получается у многих людей и поэтому я когда работал уже в поликлинике будучи врачом у меня был парень который много раз его находили он убегал из дома подросток много раз его находили где-то то ли в позе товарном где-то находят весь побитый весь такой голодный его привозили так через месяц полтора домой потом еще куда-то он убежал он уже там и в милициях был и все пытались его найти родители волноваться не могли понять что такое вот я в поликлинике его ко мне привели да я проверял его гипнабельность и оказалось что он глубочайший за мной был вот так пальцами щекнешь он сразу в транс я ему в этом трансе внушил что теперь он никуда бегать из дома не будет никогда на переустановку сделал оказывается он спонтанно ночью ну как вот джек николсон ночью ходил во сне месяц ходил во сне то есть это со мной было не ну хорошо что джек николсон его ролью жизни были такие выдающиеся он хорошо играл кино совпала его профессия с это его особенности и он там так перевоплощался необыкновенно ну а это то никуда не перевоплощался просто у него там придет в голову какая-то мысль что он путешественник вот он раз и оделся и уехал оказывается вот как видите вроде психически здоровая такой гипнабельный а я вам еще скажу у меня был такой случай друг мой он работал на кафедре максимума ленинизма да да преподавал преподавал это время было такое атеистическое все атеисты и так далее и он очень хорошо преподавал диалектику там много чего там с этим связано а потом пошла волна исторического перехода все стали верующими и он тоже стал такой верующие он такой стал верующие что потом у меня звонил и говорил вы знаете сегодня в день моего рождения я был в церкви и там икона мироточила в честь меня переплавился но это потому как он такой потенциально гипнабельный человек который у него перетрансформация произошла ну как сейчас раньше все были атеисты а сейчас и верующие а если не верующие получается что ты непорядочный а если церковь ходишь вроде как нормальные на самом деле церковь ходит никто а потом ходят решать и потом опять ходит заводит ну короче говоря такое дело я вам хочу сказать психика может быть нормальная но особенность может быть такая что человек легко и спонтанно бесконтрольно погружается в трансовые состояния и не всегда понимает что с ним происходит ну да бывает очень глубоко а бывающую не очень глубоко но вот когда вы заняты каким-то делом интересным например ну актер это понятно он роль играет и он там погружается или например стихи читаешь и ты вот в этот образ погружаешься и весь ты этим горишь ну понятно да перевоплощаешься это перевоплощение но этому помогает вот эта гипнабельность он же играет роль он же понимает что он делает а люди которые живут в обычной жизни они не всегда понимают что они в определенном состоянии находятся под влиянием стереотипов шаблонов мышления страхов сами себе что-то накручивают оттуда начинается психосоматические нарушения и поэтому нет ни одного лекарства против психосоматических нарушений такого конкретного но существует миллион миллион целителей которые лечат всю эту психосоматику почему просто потому что они подходят целостно там неважно какая болезнь если это психосоматика просто каким-то образом этот целитель вводит вас в это состояние хоть чумак это так делает хоть кашпировский так делает вот еще кто то выходи в это состояние в этом состоянии ваши ожидания спонтанное ожидания хотите вы или нет верите в это или нет вот это ожидание что вы выздоровите иначе чего туда пришли и чтобы вы выздоровиете создает вам образ будущего как его будет а становится установкой и таким образом через вот это состояние происходит ваша переустановка из больного к здоровью вы выздоравливаете таким образом заболели тем образом выздоравливаете только у вас был там такой негативный например рукой ударился не подумал но теперь буду болеть и начинаешь накручиваться а то тебе позитивный создали короче говоря может у тебя такой переустанавливается я вас научу переустанавливаться с негативного на позитивное использовать энергию стресса вот какая-то неприятно случилась неприятность вместо того чтобы ждать негативного исхода ситуации вы можете ждать позитивного исхода ситуации но вот эту вот эту переустановку сделать когда у вас какой-то стресс случился чтобы настроиться именно на позитивное ожидание это надо сделать в нулевом состоянии потому что в обычном состоянии человек это логически как-то понять не может ну как вы можете например понять если обещаю я вас быстро научу какой бы стресс жизни не случился это же напряжение это энергия вы как в айкидо вот это напряжение прямо через себя через плечо перекинете на решение ваших каких-то задач ранее неподъемных и они будут лучше решаться потому что ресурсы включатся на их решение ну как это бывает много случаев когда в критических ситуациях мать спасая ребенка подвиг совершает ну ну там много таких случаев даже вспоминать не хочется и вы сами это знаете в критических моментах иногда включаются такие силы когда человек совершает такие действия потом думают как это я смог сделать и заборы перепрыгивают и вагонетку тяжелую ребенка туда чтобы спасибо и поставили потом пять мужиков на место не могли поставить эту вагонетку такую тяжелую женщина все это сделал много чего происходит поэтому надо вот этим людям которые легко входят транс их надо научить чтобы они контролировали этот процесс и и почему сейчас очень модно осознанность ну да это же и по существу и самоконтроля саморегуляция потому что ресурсы то у нас есть колоссальная способность перевоплощаться у многих это есть иначе бы они так и голосовали все время голосуют как им скажет они верят в это понимаете вы знаете что подхалимы например для одного человека спрашивал у него совесть есть у этого подхалима он говорю понимает хотя бы что он делает вообще что он просто подхалимничает то ну что ты это говорит состояние души его видите то есть он в этот момент думаешь что он все правильно делает а как же он прямо прямо а со стороны смешно выглядит думаешь сколько же дураков что ли слушать ему садили на свою голову вот это все а почему это пришло вы понимаете о чем я очень аккуратный поэтому я долго живу слушать я хочу сказать такую вещь этим людям которые легко входят транс научиться контролировать этот процесс и направлять его в нужную сторону до если вам подошла профессия под эти особенности вы счастливый человек если не подошла вы все время находитесь в каком-то таком недоумении почему-то шоке все время вас происходит не на своем месте а вот тем людям которые никак не могут войти в трасса хотели бы им надо просто снимать зажатость зажатость синхрогимнастика разминка шеи разминка ушей там точные массажики всякие снять блоки блоки тела снимают блоки осознания нервные мышцы мы сняли вы теперь у вас все начинает получаться и к прошлому ролику я хотел бы добавить мы говорили о том что есть вот этот вот шкала напряжения этот градус температуры напряжения аналогично до 10 и 0 я вас научу выходить на ноль когда вы можете себя перенастраивать бросать пить бросать курить там или там захотеть чего-то что вам не не хочется а надо ну например диету меняете там любите все время сладкое а вы через ноль можете научиться чтобы любили не сладко именно то чтобы полезно потому что когда человеку если когда у него есть соответствие между его потребностями и его желаниями когда они полезны это хорошо когда у них потребности желание ну короче когда нет этих соответствий он и страдает короче говоря я могу вам помочь чтобы сбалансируют говорят люди которые просли мою школу стали более спокойного равновешения легче решает свои вопросы и в самых сложных ситуациях находят лучшие решения им интуиция подсказывает потому что у каждого из нас есть инстинкт даже ученых людей есть инстинкт истины чувство истины да а у новых людей нет потому что они забиты за счет своей гибельности шаблонами мышления шаблонами 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 а чтобы человек думал своей головой время от времени надо разгружаться обнуляться 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 и опять становиться самим собой освобождаться от этих напластований становиться собой самой собой и самый лучший мой совет данном случае до вспомните друзья когда вы были маленькие тогда вы были в детстве я например когда был маленький лежал на траве смотрел на небо как плывут облака, я помню свое мироощущение, как сейчас. Плывут облака, и мир тебе кажется большим и интересным, и главное, поскорее вырасти. У меня было такое ощущение, меня никто этому не учил, но у меня было уже, что мир большой и интересный. У меня такое было мироощущение от рождения. У каждого человека есть свое миро-восприятие. Которому его еще никто не учил, не успели, он еще маленький, но у него есть уже свой стержень миро-восприятия, мироощущения. А потом он уже с возрастом проб и ошибок и так далее наполняется, конкретизируется, превращается в какое-то мировоззрение. Но есть мироощущение изначальное. Вспомните его, какое оно у вас было. День, два, три, повспоминайте, каким вы в детстве были, когда вы думали, думая о своем будущем, что вы себе воображали, что вы себе представляли. Это очень помогает омолодиться, потому что при этом гормональные происходят изменения. Включаются гормоны в зависимости от вашего воображения. А когда вы вспоминаете свое детство, они активно включаются. Очень активно включаются, потому что эта память детства, она священна. И по существу, по этой памяти, это ваш такой мощнейший ресурс. Вы можете вспомнить такое, о чем вы ни вчера, ни позавчера даже не предполагали, что это сейчас в голову придет после нашей встречи. Вообще, после нашей встречи у вас очень многое будет меняться к лучшему. Вы заметите, я прекрасный психолог, прекрасный психотерапевт. У меня огромнейший опыт. Я говорю такие вещи простые. Я просто вам напоминаю. Вспомните, какие вы были в детстве, о чем вы мечтали. Как сказала у меня ученица-психолог, о чем вы думали, когда ни о чем не думали. О чем вы думаете, когда ни о чем не думаете. Хорошая, да, фраза? А в йоге что написано? А мы сначала вас научим не думать, чтобы вы потом научились думать, о чем вы хотите думать, а не только о том, о чем думается. То есть, свободно. и владеют. Таким образом, чтобы научиться сначала не думать вообще ни о чем, чтобы потом уметь думать, о чем вы хотите думать, а не только о чем думаете, так вот это есть обнуление. Потому что, когда вы делаете разгрузку, выходите на состояние нуля, когда вы сидите, когда вам все пофигу, как я говорил в прошлый раз, пофигу, взгляд рассеянный, мысли текут, как текут, ничего внутри не задевая. Это состояние между основным бодрствованием. В этом состоянии нуля вы сидите и вспомните в детстве, чего вы хотели, о чем мечтали. И сразу у вас включаются эндорфины и другие гормоны, которые вас омолаживают. Да, и вы заметите, после встречи со мной, вы начнете лучше себя чувствовать. И мы начнем открывать таланты. Да. Чем отключаются ключи от йоги, цигун, медитации и других мест. Во-первых, это то же самое и есть, только быстрое достижение этого состояния, сверхскоростное. Потому что медитацией человек может заниматься, но когда стресс, он ему не до медитации, он не может на этом. А ключом воспользоваться сразу медитацией. Но кроме этого он может сам себя настраивать, сам себя настраивать и на изобретение, и на создание шедевров, и на решение сложнейших вопросов интеллектуальных. А йога, медитация и прочее, это в основном-то до здоровья, до такого самосовершенствования, до гармонизации. Но чтобы это настраивать себя, чтобы изобретение делать, технические или математические задачи решать, этого еще никто не пробовал. Это я вам подскажу, как это делать с помощью ключа. Итак, друзья, до встречи. Наговорил я вам тут, наговорил, наговорил. Но я когда разговариваю, я знаю, что я делаю. И вот вы увидите. Понаблюдайте за собой в течение трех-четырех дней. И вы увидите, у вас начнут открываться какие-то новые, новые возможности. Вы увидите, что те же самые вопросы, которые вы раньше решали, никак не могли решить, вдруг они как бы сами по себе решаются. Органично, естественным образом. До встречи, друзья. Пишите, пишите вопросы, пишите. Следующую встречу сделаем в соответствии с этим. Ну, как я обещал, я так и делаю. Как сегодня. До встречи.